Нефть, черное золото и кровь Земли – главный ресурс планеты. Все мировые цены на все товары и услуги так или иначе зависят от цены на баррель нефти. Биржевая цена нефти – это инструмент регулирования выпуска долларов. С 1971 года, когда США были вынуждены отказаться от обеспечения своей национальной валюты золотом, они фактически заставили ввести мировые биржи долларовые расчеты за нефть. Свою нефть Соединенные Штаты консервируют, объявив стратегическим запасом. В результате доллар не обеспечен ничем, кроме углеводородных мировых ресурсов, экспортером которых сама Америка не является. То есть, по сути, без нефти доллар – просто бумага. Америка вынуждает ОПЕК игнорировать страны, пытающиеся продавать нефть за другую валюту. При этом компания, один из основных добытчиков нефти в Саудовской Аравии, на 50% принадлежит семье Бен Ладена, на 50% – семье Бушей. Со странами, объявляющими о продаже нефти за евро, динары или иены, правительство США поступает просто. Там случаются военные перевороты, гражданские войны, цветные революции, в результате которых к власти в этой стране приходит оппозиция, поддерживаемая и оплачиваемая американцами. В ноябре 2000 года Саддам Хусейн потребовал, чтобы расчеты за иракскую нефть, поставляемую в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», производилась исключительно за евро. В ответ на протесты США Хусейн пригрозил вообще прекратить поставки иракской нефти на мировой рынок. ООН дало свое согласие. 20 марта 2003 года вооруженные силы США вторглись в Ирак. 30 декабря 2009 года Саддам Хусейн был казнен. Новые контракты на разработки иракской нефти получают в основном американские компании. В 2007 году президент Ливии Муаммар Каддафи договорился с президентом Франции Николай Саркази об экспорте нефти за евро. Его дальнейшая политика вынудила покинуть ливийский рынок американские компании. В октябре 2011 года Каддафи был свергнут и зверски убит повстанцами, которых поддерживает американское правительство. В начале 2011 года президент Сирии заявляет о начале сотрудничества с Россией и Китаем, в соответствии с которым все расчеты за поставку нефти должны производиться в рублях и юанях. С марта 2011 года начинаются антиправительственные волнения, направленные на свержение действующего режима. А 15 ноября того же года вступает в силу эмбарго на экспорт сирийской нефти. С 1 июня 2012 года вступает в силу эмбарго в отношении Ирана на экспорт нефти, которую правительство Махмуда Ахмадинижада с 2008 года продает за евро и реалы, ориентируясь на внутреннюю биржу. В 2011 году Россия объявила о создании в Санкт-Петербурге нефтяной биржи, на торгах которой расчеты за нефть будут производиться в рублях. Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, межрегиональная биржа нефтегазового комплекса и закрытое акционерное общество «Биржа Санкт-Петербург» объединились и 16 августа 2011 года состоялась первая продажа нефти для внутреннего рынка за рубли. До этого момента даже на внутрироссийском рынке покупатели вынуждены были расплачиваться по контрактам за нефть в долларах, которые до этого были куплены в банках, которые в свою очередь покупали доллары у правительства США. Цены на сырую нефть в августе тут же упали на 12-15 долларов. В сентябре активизировались граждане, якобы не согласные с действующей властью. А в декабре 2011 года начались массовые, хорошо организованные выступления несистемной оппозиции. Возможно, последовательность этих событий случайна, но факт остается фактом. Пока нефть во всем мире продается за доллары, единственная страна, которой невыгодно менять сложившееся положение вещей, это Соединенные Штаты Америки. И, судя по всему, они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить фиктивную силу своей национальной валюты.